Магнитное поле Не надо думать, что существование магнитного поля было открыто сравнительно недавно, в веке в XIX. Ведь само слово «магнит» в переводе с древнегресского означает «камень из Магнесии», а сам город Магнесия существовал еще до нашей эры, то есть свойствами постоянных магнитов пользовались люди с незапамятных времен. Компас был изобретен более четырех с половиной тысяч лет тому назад. Он появился в Европе приблизительно в XII веке новой эры. И только в начале XIX века, когда мир уже имел понятие об электрическом токе, сначала датский ученый Ханс Эрстетт своими опытами по отклонению магнитной стрелки вблизи проводника с током доказал зависимость между электричеством и магнетизмом. Опыты показали, что подобно тому, как в пространстве, окружающем неподвижные электрические заряды, возникает электростатическое поле, так и в пространстве, окружающем токи и постоянные магниты, возникает силовое поле, которое стало называться магнитным. Были установлены два экспериментальных факта. Во-первых, магнитное поле действует на движущиеся заряды. Во-вторых, движущиеся заряды создают магнитное поле. Это магнитное поле существенно отличается от электростатического, которое действует как на движущиеся, так и на неподвижные заряды. Магнитное поле не действует на покоющиеся заряды. За направление магнитного поля в данной точке принимается направление, совпадающее с направлением силы, действующей на северный полюс магнитной стрелки, помещенной в данную точку поля. Аналогично тому, как при исследовании электростатического поля используется точечный пробный заряд, при исследовании магнитного поля используется замкнутый пластик контур с током или рамка с током, линейные размеры которого малы по сравнению с расстоянием до токов, образующих магнитное поле. Ориентация контура в пространстве характеризуется направлением нормали к контуру. В качестве положительного направления нормали принимается направление, связанное с током правилом правого винта. За направление магнитного поля в данной точке принимается направление, вдоль которого располагается положительная нормаль в свободно подвешенной рамке с током или направление, совпадающее с направлением силы, действующей на северный полюс магнитной стрелки, помещенную в данную точку поля. При этом существует единственная ориентация, при котором пробная рамка находится в устойчивом равновесии. При повороте из этого положения на рамку со стороны магнитного поля будет действовать вращающий момент. Максимальное значение этого момента достигается при повороте рамки на 90 градусов из положения равновесия вокруг оси перпендикулярной направлению нормали. Любая пробная рамка с током характеризуется векторной величиной, называемой магнитным моментом рамки, определяемым произведением силы тока, текущей по контуру рамки, площади рамки и вектора положительной нормали. Как видно из формулы, вектор магнитного момента совпадает с направлением положительной нормали к рамке. Если в данную точку поля помещают пробные рамки с различной силой тока И и разной площадью С, то на них действуют различные вращающие моменты. Но отношение максимального вращающего момента к магнитному будет одним и тем же. Это отношение и называют магнитной индукцией поля. Аналогично тому, как силовая векторная характеристика электростатического поля, напряженность, определялась как сила, действующая на пробный заряд, силовая характеристика магнитного поля, магнитная индукция В, определяется максимальным вращающим моментом, действующим на рамку с магнитным моментом, равным единице, когда нормаль к рамке перпендикулярна направлению поля. Магнитная индукция – величина векторная и, как всякий вектор, имеет модуль и направление. Вектор магнитной индукции всегда совпадает с направлением магнитного поля в данной точке. Таким образом, все определения для нахождения направлений вектора магнитной индукции изложены выше. Итак, вращающий момент сил зависит как от свойств поля в данной точке, так и от свойств рамки с током и определяется векторным произведением магнитного момента и вектором магнитной индукции. В скалярном виде это запишется так – m равно PmB sin α или ESB sin α, где α – угол между векторами Pm и B. Графически магнитное поле, так же как и электрическое, изображают с помощью линии магнитной индукции, линии, касательные которым в каждой точке, совпадают с направлением вектора B. Линии магнитной индукции можно проявить при помощи железных опилок, намагничивающихся в исследуемом поле и ведущих себя подобно маленьким магнитным стрелкам. Линии магнитной индукции всегда замкнуты и охватывают проводники с током, в то время как линии электростатического поля разомкнуты, они начинаются на положительных и заканчиваются на отрицательных зарядах. Через каждую точку пространства проходит только одна линия магнитной индукции, поэтому линии индукции нигде не пересекаются друг с другом. Линии индукции магнитного поля замкнуты, то есть не имеют ни начала, ни конца, и всегда охватывают проводник с током. Поле линии индукции, которого всегда замкнуты, называется бихривым. Различают макроскопические токи, то есть электрические токи, протекающие по проводникам в электрических цепях, и микроскопические токи, обусловленные движением электронов в атомах и молекулах. Намагниченность постоянных магнитов является следствием существования в них микротоков. Внешнее магнитное поле оказывает ориентирующее, упорядочивающее действие на эти микротоки. Вектор магнитной индукции В характеризует результирующее магнитное поле, создаваемое и макро, и микротоками. Поэтому при одном и том же макротоке вектор В в различных средах будет иметь разные значения. Магнитное поле макротока описывается вектором напряженности магнитного поля H. В среде поле макротока усиливается или ослабляется за счет поля микротоков среды. Для однородной изотропной среды вектор магнитной индукции можно определить по формуле В равно мю мю нулевое H, где мю называется магнитной постоянной. Мю нулевое равно 4π на 10 минус 7 генри на метр. Мю – это магнитная проницаемость среды. Безразмерная величина, показывающая во сколько раз магнитное поле макротоков H, усиливается за счет поля микротоков среды.